Тагильский завод, заложенный Демидовыми в первой четверти 18 века, верой и правдой прослужил более двух с половиной веков. Некоторые мастерские, по словам экскурсовода, и вовсе до 2014 года проработали. У участников Демидовской ассамблеи завод-музей вызывает исторический и профессиональный интерес. Екатерина Урядникова учится в Уральском федеральном университете по специальности туризм. Вместе с товарищами по студенческому Велком-центру помогает организаторам ассамблеи. И заодно получает полезные практические знания. Я считаю, что у Нижнего Тагила действительно есть потенциал. Тут другой вопрос, что Екатеринбург немного перетягивает на себя туристические потоки. То есть Тагилу придется постараться, чтобы сюда заманить туриста не только российского, но и иностранного. Юлия Краснобаева из Москвы. Пушкинский музей говорит, действительно один из хранителей Демидовского наследия. У нас хранится нумизматическая коллекция, которую в 1803 году один из представителей рода Демидовых, Павел Григорьевич Демидов, подарил Московскому университету. И когда был основан наш музей, в 1912 году он был открыт, собрания из Минскабинета Московского университета перешли в наш музей. И теперь мы наследники тоже этих Демидовских сокровищ. Как музейщик Юлия очень высоко оценивает работу тагильских коллег. Говорит, индустриальный пейзаж, старые печи, машины, трубы производят потрясающее впечатление. В завершении в одном из цехов для участников ассамблеи подготовили презентацию Демидов парка – золотой мечты тагильских музейщиков. Они уверены, промышленные объекты после вывода из-за эксплуатации должны становиться выставочными площадками. Это довольно-таки большая территория, 7 тысяч квадратных километров, расстояние между точками крайними 135 километров. Насыщенность достаточно большая, но наполненность и плотность жителям города очень маленькая. И для этого мы используем именно, почему наш основной посыл использовать выведенные из оборота территории для развития конкретно нашего региона. До чего же здорово вернуться, говорит в прошлом тагильчанка, а ныне сотрудник Третьяковки Елена Ильина. Ее доклад на ассамблее посвящен тагильской Мадонне, приписываемой Рафаэлю, которая появилась в нашем городе благодаря Демидовым. Появились новые сведения о Мадонне, которые можно по-новому преподнести, по-новому рассмотреть. Они, может быть, и известные документы, но есть новое прочтение этих документов. Ну и, конечно, сама тагильская земля, без которой, как оказалось, жить трудно, сложно. Хожу, улыбаюсь, улыбка шире лица, потому что это мой дом, это хорошо, это здорово. Бывший Демидовский завод в Черноисточинске, теперь это арт-резиденция, следующая точка гостевого маршрута участников ассамблеи. И это яркий пример того, как старые промышленные объекты становятся точками творческого притяжения. Что меня радует, что в них новая жизнь. То есть, как бы, как индустриальные инструменты, они уже не годятся, но зато тут сумели сделать что-то очень интересное, живое, красивое и умное. Так что это радует. А во Франции есть нечто подобное? Что касается вот этой горной индустрии, она в лотаринге, я знаю, что есть и музеи, и тоже жилье, на самом деле. Вот, а вот, пошли, от себя два, пошли! Шик-шик-шик-шик-шик! Ох, тре-желасс! Вот, у нас кузнецы молодые, но ничего, ничего у нас есть. Опытные кузнецы, сейчас все покажем, все расскажем. По порядку, давай, только. А, конечно. Конечно, все по порядку. Ну, по вашему приказу документы, да ладно, чего уж там, давайте так все посмотрим. Хотим представить новоиспеченную, ну как новоиспеченную, уже как бы... Хозяина завода? Хозяина, да, нового, да, этого завода, старого завода, нового. Ладно? Очень хочется, чтобы он пожал руку потомкам Демидов. Здесь, в арт-резиденции, впервые проходит широкая Демидовская ярмарка. Уральские мастера расстарались и представили свое искусство во всей красе. Представлены, похоже, все промыслы, какие есть. Вот мастер Василий Крайф из Шамар топором и ножом вырезает игрушки из цельного деревянного чурбана. Такими же лошадками и куклами, говорит, играли наши предки в 15-16 веках, а то и раньше. Вот процесс показан из этого, я начинаю тесать потом две заготовки, вот я начинаю потом вот это вот вытесывать топором, прорубать. И довершаю уже вот эту всю мелкую работу вот таким ножом. Вот таким вот ножом делаю. Значит, сюда вырезаю, сюда вырезаю и довершаю. Потом, значит, вырезаю шлейку ему, значит, шлейку делаю, ставлю клеймо и год созидания, когда это сделано. Называется «Конька вода», «Товтинка», «Призимисты» играли в атаки. Мастеров свезли со всей Свердловской области, юг, восток, север, запад. Здесь на самом деле специально представлена максимально широкая палитра, порядка 50 мастеров со всей Свердловской области, чтобы показать широту уральского промысла. Несмотря на связанные с пандемией эпидограничения, Демидовская ассамблея удалась. Тагил принимает ее на высоком уровне, отмечают организаторы. Мы уверены, что это только начало, что вот эта 11-я Международная Демидовская ассамблея будет таким стимулом для привлечения внимания к Тагилу, как к Центру мировой индустриальной культуры и вообще Демидовскому центру, Центру Демидовского рода, Демидовской цивилизации. Поэтому Бог даст, отпустит нас это все, и мы привезем все 16 стран, с которыми дружим уже почти 30 лет. Впереди у участников ассамблеи посещение Весима, а также действующего металлургического производства на градообразующих предприятиях.